Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я снимала уже видео про паутинного клеща и рассказывала, насколько он опасен, что нужно срочно обрабатывать, если уже есть явные признаки, что здесь никакие народные средства, чесночные опрыскивания не помогут. И вот сейчас я вам покажу и расскажу, как нужно разводить, как я развожу средства фитоверм для обработки перца от паутинного клеща. И захочу обратить ваше внимание на некоторые нюансы, потому что для паутинного клеща, я уже сегодня говорила, нужно делать самую-самую сильную концентрацию. Если для тлей, вот написано 4 мл на 1 литр, то для паутинного клеща 10 мл нужно, чтобы приготовить всего лишь литр раствора. А в ампулах у нас всего 2 мл. Это для того, чтобы сделать литр раствора, нам нужно 5 пачек средства вылить в 1 литр. Но я вот сейчас буду делать пол-литра, у меня перчики еще маленькие, зеленой массы мало, если бы были заросли большие, нужно было бы, наверное, 5 пачек, а может быть и 10, чтобы 2 литра раствора сделать. Я буду делать пол-литра раствора. Вот я воду налила, одну ампулу я туда уже отправила. Вот на пол-литра мне нужно 5 мл. Это значит 2,5 пачки фитоверма. Но так как 2,5 я не могу сделать, я вот сейчас 3 ампулы вылью и 100 грамм сюда еще добавлю воды. Вот именно только такая высокая концентрация у нас может убить паутинного клеща. Потому что это очень коварный такой клещ паутинный, насекомое. Его не сразу убьешь. Если он заведется, от него очень сложно избавиться. И как специалисты говорят, можно только притормаживать его развитие, но до конца, скорее всего, в течение всего сезона от него не избавишься. И хочу сказать про количество обработок. Вот здесь написано, так, огурцы, томаты, перец, баклажаны защищенного грунта. Разводим, значит, 10 мл на 1 литр. Потом опрыскивание во время вегетации. 2-3 обработки. Срок ожидания 2 суток. Ну, вот тут указано 2-3 обработки с интервалом 20 дней. Однако, срок ожидания у этого средства 2 дня. Это значит, через 2 дня и плоды, и листья уже не содержат вот этого инсектицида. Они безвредны как для людей, так и для клещей. Поэтому, вот тот, кто встречался, кто боролся с паутинными клещами, и специалисты, если завелся клещ, рекомендуют все-таки делать эти 3 обработки с более маленьким интервалом. То есть, 2 дня защитное действие прошло, на третий день еще раз обработайте. Прошло еще 2 дня, на третий день еще раз обработайте. Вот я лично, мое мнение, что вот такая троекратная обработка, через 2 дня на третий, она действительно может избавить нас от паутинного клеща. А за 20 дней, вот интервал в 20 дней, вы сами понимаете, что если какой-то один клещ не погиб, где-то вы не пробрызгали, представьте за 20 дней, как он снова размножится, снова возобновится вот это количество. Если ждать 20 дней, я не думаю, что за один раз можно всех сразу, ну, в каждый уголок, под каждый листик не побрызгаешь, где-то что-то все-таки упускаем, мы все равно не может быть такого. И вот за 20 дней он снова расплодится. Все, я вот сейчас одну ампулу уже туда закинула. Я просто вливаю, весь препарат выливаю. Все, сейчас я все 3 ампулы вылью, бутылку закрою, хорошо перемешаю. И такой маленький объем я даже в жука не буду заливать, потому что это очень мало. Сделаю опрыскивание простым вот таким вот устройством двухлитровым. Но делать, как обычно, нужно или утром, или вечером, когда не жарко. Все вы это знаете, мелким распылением. Вот это будет борьба с паутинным клещом. Все, до свидания. Я развела раствор, сейчас пойду обрабатывать. Продолжение следует...